Исайя, глава 14. 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 Исайя, глава 15. Исайя, глава 14. У всех обриты бороды. Исайя, глава 14. Исайя, глава 15. 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 Чрезмерны однодменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве. Все будут рыдать, стена эти о твердынях керха решета, они совершенно разрушены. Поля и сивонские оскудели, также и виноградники своимские. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Яозера. Расстелались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе сивамской. Плачем я, Яозера, буду обливать тебя слезами моими, и сивон и ляло. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с подоносной земли веселье и ликование. И в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградар не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о кир-харешете. Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое нарек Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь, через три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Исаия, глава 17 Пророчество о Дамаске Вот, Дамаск исключается из числа городов, и будет грудой развален. Города раерские будут покинуты, а останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремова и царства Дамаскова с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умалиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колоссе, и когда соберут колоссе в долине Рифаимской. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные перед сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и что у посеянной тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. И он погрозил им, и они далеко побежали. И были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий-разорителей наших. Исайя, глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону реки Эфиопских рек, посылающей послов по морю и в попервых судах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю на жилище, и жилище моего, как светлая теплота после дождя, как облако после росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отсветет, и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, и все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на горы Сион. Исайя, глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь сидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и буду сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется, исчезнет, и восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние, и будут в смущении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так, обезумели князья цаанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних, где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определила Египте. Обезумели князья цаанские, обманулись князья Мемфисские, и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они вели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещет и убоятся движения руки Господа Саваофа, который он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов земли египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом, а один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знаменем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией, благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Исайя. Глава двадцатая. В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от царгона царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии сыну Амосову так, «Пойди, сними вретище, с чресла твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь, «Как раб Моисая ходил ногой и босой три года в указании предзнаменования Египте и Эфиопии. Так поведет царя сирийских пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, ногими и босыми, и с обнаженными шреслами в пострамлении Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии надежды своей, из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны, «Вот каковы те, на которых мы надеялись и которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя астерийского. И как спаслись бы мы?» Исаия, глава 21. Пророчество о пустыне приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне, грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, елама, саждай мид. Всем стенанием я положу конец. От этого шресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием. И закричал, как лев, господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, пал, пал вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возместил вам. Пророчество о думе. Кричат мне сииры, сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи, сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Пророчество об Аравии. В лесу аравийском ночуйте, караваны деданские. Живущие в земле фамайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничему, и вся слава Кидарова исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Исайя, 22 глава. Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому, говорю, оставьте меня. Я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа ломает стену, и крик восходит на горы. И лам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимает покров сиудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену. И устрояете между двумя стенами хранилище для воды старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете. И не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф призывает нас в этот день вас плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощена вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф. Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себя. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. Свернуть тебя в сверток, бросить тебя, как меч, в землю обширную, там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей, и будет в тот день призову раба моего, или Акима, сына Хелкиена. И одену я его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима, и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на ромена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Исайя, глава 23. Пророчество Атирии, рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен, нет домов и некому входить в домы. Так им возвещено из земли китийской. Умолкните обитателей острова, который наполняли купцы седонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжещем народов. Устыдись, седон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Когда весь дойдет до египтян, содрогнуться они, услышав Атири. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте обитателю острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало одней древних. Ноги его несут, его скитаться в страны далекой. В стране. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Савов определил это, чтобы постромить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его. И сказал, ты не будешь более ликовать, постромленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этом народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут тир на 70 лет в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовое, ибо живущим перед лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Исайя, глава 24. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли, и земля сквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли сбуки гусли. Уже не пьют вина с песнями, горько секеры для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, и извинно всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли между народами будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествует величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь, слава праведному. И сказал я, беда мне, беда мне, увы мне, злодей злодействует, и злодействует злодеи злодейские. Ужасы яма и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И будет в тот день посетит Господь воинство в исприне на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники в ров. И будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце. Когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и предстарейшинами его будет слава. Исайя, глава двадцать пятая. Господи, ты Бог мой, превознесу тебя. Восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное, предопределение древнее, истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Щертогов и наплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные. Города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время. Защитаю от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной вместе безводным ты укротил буйство врагов. Как зной тенью облака подавлено ликованием притеснителей. И сделает Господь совов на горе сей для всех народов трапезу из тучных ясту, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Ибо рука Господа почиит на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя Он распрострет, просиди Его руки Свои, как плавающие распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость Его вместе с лукавством рук Его. И твердыню высоких стен Твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Исайя, глава 26. В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота, доводет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть в твердыне вечное. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, Ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душой моей я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Божий наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не живут, рифаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихое моление, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих. Так были мы пред Тобой, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасений не доставили земле, и прочие жители Вселенной не пали. А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела, восприняйте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых Своих. Исайя, глава 27. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего и Левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напаяю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивающий его? Мерует и наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его с сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова. И плодом всего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравые истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не жалится над ним творец его и не помилует его создатель его. Но будет тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского. И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет тот день вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую. И поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме. Исайя, глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, и с увязшим цветком красивого убранства его, которая на вершине тучной долины делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоковую, которую, как скоро, кто увидит, точно берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диодемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, а безумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места, а говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, и там немного, зато лепещущими устами на чужом языке буду говорить к этому народу, им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать, и стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены, и так слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме, так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя, посему так, говорит Господь Бог, вот я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопит место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны, как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас, слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь на горе Пиросиме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие, и так не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли, преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и высушите речь мою, всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и баранит землю свою, нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрашивает пшеницу рядами ищемень в определенном месте и полбу рядом с ним, и такому порядку учит его Бог его, он наставляет его, ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колесом молотильных колес не катает по тмину, но палкою выколачивает чернуху и тмин палкою, зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его, и водит по нему молотильные колеса, колеса с конями их, но не растирает его, и это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы его, велика премудрость его.